Сегодня за Зою Поликарпову радовались не только в ее родной школе, но и в других образовательных учреждениях. Учащиеся третьей школы вместе со своими родителями решили поддержать первоклашку не только добрым словом, но и делом благотворительной акции «Дети вместо цветов». Собранные средства предназначены на реабилитацию девочки. Самый первый предмет, который у нас будет в Север, это основа светской религиозной культуры. Сегодняшний день у ребят из 4-го Б-класса школы номер 3 особенной. И не только потому, что начался новый учебный год. Ребята стали участниками доброй акции «Дети вместо цветов». Эта акция была создана по инициативе одной из московских школьниц, учительниц, которая привлекла родителей и детей к тому, чтобы часть средств были переданы тяжелобольным детям. 4-й Б-класс уже третий раз участвует в данной акции. В этом году ребята и родители решили, что она будет носить адресный характер, а собранные средства пойдут на реабилитацию маленькой землячки Зои Поликарповой. Вот у нас дети вместо больших букетов на 1-й сентября принесли парозии, остальные средства перечислили на помощь. А когда обратились к родителям, что хотим сделать такую акцию? Единогласно. У нас единогласно. Вот сейчас в классе 23, по-моему, человека и 23 розу. Ребята 4-го Б очень обрадовались, узнав, что Зоя теперь первоклашка, и поспешили передать ей добрые слова пожелания. Чтобы у нее все было очень хорошо, она получала хорошие оценки. Желаю, чтобы наконец-то кончили все операции, хватило средств, и она наконец могла делать то, что ей не нужно, а то, что она хочет. Чтобы она отличалась в олимпиадах, и чтобы учителя всегда и никогда с ней не ссорились. А ты сама лично знакома с Зоей? Нет. А хотела бы с ней познакомиться? Да. Я желаю ей, чтобы у нее была спокойная жизнь, родители ее хорошо любили, чтобы у нее было много друзей, чтобы всего ей наилучшего. Телеканал «Север» присоединяется к этим добрым пожеланиям. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».